Я не ожидал, что вас так заинтересует мой отдых в Турции. Игорь Иванов написал следующее. Здравствуй, Геннадий Петрович. Хорошее видео с возвращением вас. А вот если бы вы в ролике нам рассказали, как курорт называется, какая погода там, поделились общими впечатлениями о стране, о ее гражданах, об отеле, просто о своих впечатлениях, об отдыхе, то было бы вообще супер. И я решил, а почему бы и нет. Давайте сразу впечатления от Турции. Впечатления от Турции вообще очень интересны у меня. И связаны с тем, что эта страна как-то меня приняла довольно-таки хорошо. Впервые я поехал отдыхать с супругой в 1997 году. Это как раз был отель «Натурленд», где в то время Филипп Кирколоров снимал там клип на свою там песенку. И в этом отеле остановились. Значит, первый же мой заход в Средиземное море. Я захожу примерно по колено в воду. Вижу, плывет доллар. И этот доллар, хороший знак, я его взял. После того, как мы отдохнули, уезжать в конце дня, я нахожу в море вот такой вот браслетик. Как раз здесь написано отель «Фавари», то есть это в том отеле, в котором мы остановились, отдыхали. То есть «Фавари» мне очень понравилось. Там и бассейн есть, и все, там, знаете, рядышком море. Потом я не столько плавал в Средиземном море, как различные там вещицы находил. То есть мне было интересно что-то там искать. Итак, впечатления о стране. Очень положительно. В общем, о стране очень положительно. Много людей, выходцы из Азербайджана, бывшие наши, так сказать, соотечественники. Да и вообще они, турки, смотрят наше телевидение. Тем более, вот, приехавшие из стран СНГ. Они меня хорошо знают, смотрели передачу и практически меня постоянно там узнавали. То есть впечатления о стране хорошие. Прилетаешь в аэропорт Анталия. Уже какая-то совсем другая, будем говорить, страна. Прекрасные там дороги сделаны. Ухаживаются, моются, чистятся. Обилие разного рода продуктов. Ну, вообще страна, Турция, бывшая. Это у нас Византия. Византийская империя. Там очень много таких интересных мест. Удивительных мест. Причем, вот с 97-го года я в некоторых из них побывал. Остались амфитеатры от римлян. Они любили это место. Отдыхали. Климат в Турции похож на наш. Донской климат. Такой жаркий, сухой. Но, так как море рядом, то все-таки он как-то повлажнее. Несколько вроде как лучше переносится возле моря. А так, жарит еще сильнее, нежели у нас. Ну, я говорю, к этому как-то привычный. Вот обилие воды, они все там поливают, поливают. Поэтому там растет. Если, естественно, не поливать, ничего там не будет расти. То есть, у меня сложилось очень хорошее впечатление о стране. О ее гражданах. Граждане, нормальные граждане, опять-таки, очень много наших соотечественников не только отдыхают, а и там работают. Узнают язык. То есть, там общаться не проблема. Значит, я до этого отдыхал в Кемере. То есть, когда прилетаем в Анталию, то едем вправо, в горную часть. И там сосны, горы, скалы и, конечно, огромное количество разного рода отелей. И вот в этих, с этой стороны, ну, можно сказать, больше горный климат, который примерно как в Крыму, подходит к самому морю. Жижат пескунты, такой смоленистый воздух, а от сосен очень хорошо. Ну, естественно, море. Пляжи там какие? Вот, когда я был в Фавори, там, по-моему, песочек очень хорошо. Песочек, свой бассейн. Море чистое, соленое. А сейчас мы отдыхали в другую сторону, то есть, в левую от Анталии мы поехали. Это был район Сиде. Вроде как, это город Сиде. И отдыхали в отеле Туран Принц. Вдали были Туранские горы. Кто такой Туран? Это мифический герой, который влюбился в девушку. Они, значит, гуляли там по саду. В саду укусила эту девушку змея, она умерла. И Туран захотел последовать за ней в подземное царство Аида. Но так как он это сделать не мог, то, ну, примерно так я рассказываю, насколько я запомнил. Попросил Зевса, чтобы он ему помог. И Зевс, значит, помог ему там спуститься в подземное царство. И он как бы из подземного царства, вернее, помог спуститься, но не остаться. И он как бы эту девушку оттуда забрал и в виде, значит, гор, Туранских гор, напоминающих Крымские горы, он как бы ее тут возвысил, вынес из царства Аида, царства мертвых. Ну, примерно так, уж извините, насколько я запомнил. Настолько запомнил. Значит, отель, отель. Мы отдыхали вот этот большой отель Туранс Принц. Значит, все зелено, все поливается, чистота, потому что постоянно ходят, убирают. Значит, большой пляж, большой пляж. Пляж песчаный. Песок не белый, а такой коричневатый. Вода довольно-таки чистая, но если там волнение моря, конечно, она все это взболтается. Ну, не так сильно, как, будем говорить, думается. То есть, вода приятная. Вода где-то 27 градусов. Но она не, как бы сказать, не охлаждается особо. Тем более, если возле берега она охладилась от перемешивания, то когда чуточек отплываешь буквально метром на 10 от берега, там вода еще чище и еще теплее. Рыбок, к сожалению, маловато, но есть. Меня там одна маленькая рыбка ущипнула за ногу. Есть, и народ часто рассказывает, что щипается. Значит, территория в отеле Туран-Принц большая. Там несколько, как бы сказать, вот этих вот стоят домиков различных. Мы жили в самом конце, и я не стал там ничего наставить. Как приехали, так приехали. И нас поселили в самом конце, рядом с зоопарком. И это оказалось хорошо. Почему? Номера нормальные. Это, значит, ванна, туалет, там душ. Балкончик. Номер на двуспальную кровать и односпальную. Мы ездили втроем, жена с дочками спали на двуспальную, а я один спал. Так вот, почему это хорошо? Потому что там идут развлечения, зона развлечения. Играет музыка, пляшут там дети. Потом, значит, начинаются представления для взрослых. Приезжают различные интересные, ну, будем говорить, артисты, которые показывают то цирковые номера, то что-то там не сыграют, то что-то там не споют. То есть, в этом отношении вас развлекут от и до. Плюс аниматоры постоянно там в бассейн вас приглашают, какие-то конкурсы проводят, зарядки и прочее, прочее. Так вот, когда мы жили в конце, мы этого не слышали. А так бы, понимаете, не давали бы толком отдохнуть. То есть, постоянно там бы что-то там кричали, рассказывали и так далее. Мы такие люди, что в 9 часов уже шли и, грубо говоря, там немножко посмотрев телевизор, ложились спать. А там в 9.30 начинались все развлечения для взрослых. Поэтому, представляете, вот этот грохот, музыка и так далее, если мы жили вот поближе к центру. Много бассейнов. Бассейны постоянно ухаживаются, чисто водится. Бассейнов, бассейнов, там где-то, причем больших бассейнов, где-то штуки 3 таких хороших, знаете. И что еще хорошо, что там есть горки. Большую территорию отделили под эти аттракционы. Горки различные. На кругах катаются, на заднице катаются, скользишь на спине. Так крутится, так крутит. И по-всякому. То есть, тебя подбрасывают. Не все отели имеют такие горки. Вот я был когда в Фаворе. Там была лишь одна горка. Это в основном для детей. А здесь вот для взрослых горки работают два раза в течение дня. Допустим, с 10 часов там где-то до 12. И потом примерно с 3 часов до 5 часов. Где-то так вот они работают. То есть, можно покататься. Значит, на рецепшене лежат различные там... Да вообще не только на рецепшене. Понастроено несколько ресторанчиков. Различные какие-то забегаловки. Воду, пиво, мороженое, какие-то пышки. Можно практически поесть везде. То есть, все это как-то культурненько. Идешь, грубо говоря, надо-не надо. Там раз, там, выпил водички. Можешь выпить айрана. Можешь выпить спрайта. Колу, фанту. Можешь выпить пиво. То есть, все это имеется. Можешь выпить вина. Насчет этого, будем говорить, огромные вот эти вот... Я бы их назвал столовые. Площадя. Освященные вот эти рестораны. Еде. Кормят три раза в день. По-моему, мы входили все включено. Там завтрак, обед и ужин. На завтрак как-то так несколько поскромнее. А зато в обед и ужин стоят вот эти вот шведские столы. Нагребай, что ты хочешь, сколько хочешь. И, ну, там, допустим, первое блюдо специфическое. У них там супчик, допустим, какой-нибудь овощной. Или из брокколи. И, может быть, из ихнего гороха. Там, вот, немножечко там меняется. Там суп-пюре там из рябов. Хлеб. Прекрасный хлеб. Огромное количество этого хлеба. Там различные виды. Сколько ты хочешь, ешь. Овощи. Там фрукты. Арбузы нарезают. Дыни. Все это, понимаете, идут. Люди набирают больше, чем они могут съесть. Все это потом остается там, выбрасывается. Люди едят неправильно. Я так посмотрел, что там они делают. Я всегда жидкости пил до еды. Потом там ел. А они там несочетаемые продукты. Все это, значит, загружали. В отеле как раз очень много было семейных пар. С молодых семейных пар. С детьми до дошкольного возраста. Ну, вроде как, где-то там нормально было. А где-то там дети орали. Там их успокаивали. То есть отель, конечно, прекрасный. Все следят постоянно. Курсируют там машинки на электрической тяге. Их, они сами так шутливо называют Тесла. Я говорю, а, Тесла поехала. А тот, о, Тесла, Тесла. Постоянно убирается, мажется, моется, обновляется. То есть чистота и порядок поддерживаются. Понимаете? Отношения персонала дружеско, здороваются. Там по-своему, не по-своему. Ну, они уже понимают, по крайней мере, русскую речь. Русских там примерно половина, если не 70%. Есть немцы, есть там поляки, украинцы. Есть. И хорошо, когда присутствуют иностранцы. Потому что, если только для русских, как-то там уровень сервиса был бы пониже. А так как присутствуют иностранцы, ну, допустим, немцы, то они держат сервис на довольно-таки высоком уровне. То есть все-все есть. На пляж выходишь, огромный пляж, крытый пластиком, с лежаками. Есть вип-зона, у которых золотые браслеты. Они там лежат несколько, как бы, отдельно. Им там более лучшие места. Но там все смешалось. Особо на это никто не обращал внимания. Вот, пожалуйста, отдыхайте. Вам даются полотенца, лежаки. Вы лежите, потом взяли полотенце, ушли. Обмыться, пожалуйста, обмыться душевая. Стоять непосредственно на пляже. Далее вы уходите из пляжа. У вас для обмывания ног еще несколько душев. Для ног общие там души. Туалеты, туалеты перед пляжем. Раздевалки. Все это есть. Чуть за пляж отходите. Стоит, значит, вот, для любителей там попить, поесть. Опять-таки, ресторанчик рыбный. Ресторанчик какой-то восточной кухни. Ресторанчик еще что-то. Свои собственные там пекут. И прочее, прочее, прочее. Стараются постоянно аниматоры развлекать вас. Если вы хотите развлечения, они вам доставят. Вот даже, видите, затащили скутер этот водяной. И сделали аттракцион на вот этом вот шланге. Летали. Поэтому впечатление об отдыхе. Значит, отель мне понравился. Да, во всех отелях, в которых я был, они мне все понравились. Ну, это просто последний. Я долго не был. Жена давно мне говорила, что хочет отдохнуть вместе со мной. Потому что я предпочитаю тут рыбалку или еще куда-то. Вот. Они в основном там выезжали. Особенно последнее время. И особенно, когда я работал на телевидении. Мне особо некуда было выезжать. Но, тем не менее, бывал. А они уж постоянно. Вот. И она попросила, чтобы я с ней съездил обязательно. Вот на наши там дни рождения. И мы съездили. Взяли дочку. Взрослую дочку. Тридцать с лишним лет. Ну, вот. Ей тоже точно нравится. Они одной лежат там, жарятся. Там речка течет. В этой речке. Значит, огромные сазаны были. Ну, так как их начали ловить. Они, как бы сказать, ушли под воду. Но, тем не менее, я видел этих карпиков. Да. Что мне не понравилось. Мне не понравилось то, что там нету борьбы с курением. Дымят на пляже. Дымят на... Где-то там сидят. Ну, в этих самых... В ресторанах не дымят. Ни тем не менее. Вот это вот что-то с этим табакокурением. Как будто они не накурились. Ну, там курят везде. То есть, у нас уже такого нету. Безобразие. Поэтому впечатление хорошее. Кухня отличная. Выбирай все, что хочешь. В различных количествах. Сладости там, конечно, специфические. Я их особо не ел. Пиво. Жена, как специалист по пиву, говорит, отличное. То есть, с едой нормально. Сервис чистенько убирается в номере. Нормально. Чистота, порядок вокруг территории. Нормально. В бассейнах чистота, прозрачная вода. Да, кстати, в бассейнах вода была даже холоднее, чем в море. Отлично. Можешь так и сяк. Горки. Катайся сколько хочешь. Ну, в отведенное время. На разных. Пожалуйста. Накатались. Можешь так походить по территории. Отдохнуть. Она большая. Виды радуют глаза. Далее есть, естественно, на море свои эти аттракционы различные. На банане катают. На парашюте катают. На этом водном мотоцикле, пожалуйста, можешь промчаться. Лишь бы были деньги. То есть, все это нормально. Ну, вот примерно я вам и рассказал.